Привет, ребят! У меня к вам серьезный вопрос. Как вы считаете, какой нож самый лучший нож в мире? Вы можете выбрать вообще все, что угодно. Представьте, вообще любой. Напишите в комментариях, это очень интересно, только выберите один. Мы же решили задать этот провокационный вопрос разным ножевым производителям. Их задача выбрать самый лучший в мире нож, естественно, не из тех ножей, которые производят они, иначе это было бы не так интересно. Давайте посмотрим, что же они ответили. Вперед! Ролик создан при участии Резать.ру, центрального ножевого магазина, на сайте которого вы найдете огромнейший выбор совершенно разных ножей, способный удивить даже самого искушенного ножемана. Все самые популярные зарубежные и российские бренды. А еще Резать.ру более 10 лет является не только топовым ножевым онлайн-магазином, но и крупнейшим информационным ножевым порталом, собственным авторским контентом. Ножевые рейтинги и тренды, интервью с ножеделами, детальное описание ножей из каталога и огромное количество познаваемых статей о ножевой индустрии. Все это вы найдете на сайте Резать.ру. Заходите и увидитесь в этом саммит. Ссылка в описании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Я не могу сказать, что у меня, конечно, есть свои вкусы в дизайне, я склонен к какому-то техно-дизайну, но я профессионалы сделаю то, что меня закажут. Шорты вареные с капюшоном, пожалуйста, как говорится. Но когда я, конечно, начинал ножи-ножики рисовать, я, конечно, искал всякие эти интересные какие-то чужие изделия. И, понятное дело, одно изделие цепляет взгляд, другое нет. И поэтому много очень интересных авторов. То есть, в свое время на заре мне очень нравился Кику Масуда, например. А из современных, вот именно самые интересные дизайны, все-таки складные. Да, не складных там сложнее, но тоже можно. Ну вот из современных прекрасен Сенкевич, он же Сидис, белорус, он великолепен. Ну, Коныгин или Кононыгин, он иногда загоняется, но тоже интересный. Но мне главное, чтобы человек чувствовал линию. Вот если линия безупречна, как у Сенкевича, у него есть тоже шаблонное решение, но это его решение. И там просто вообще ни к чему придраться. То есть, линия абсолютно. Я это вижу, и это ценно очень. Я большой поклонник американских ножей. Вот, американских ножей с среднего премиального сегмента, который занимается тактическими ножами. И могу перечислить, топс-найфс, типа такие. Это рендалл, понятно, но это классика. То есть, здесь как бы, здесь уже, знаешь, ничего такого не придумаешь. Это те люди, которые уже давно на рынке, и они делают такие ножи, ну, за которыми там, ну, топс-найфс это такой более-менее ширпотреб, как бы, а рендалл это ножи с историей, за которыми стоят очень. Имею в коллекции, люблю, горжусь, даже пользуюсь. Есть любимые ножи, например, европейские. То есть, мне нравится Extreme Ratio. Очень хорошие ножи. То есть, несмотря на то, что сталь, да, сталь не является топ-премиальной, но сделана настолько круто. И закалка, и покрытие, и все, что эти ножи служат годами своим владельцам. И в хард-юзе я их использовал достаточно часто. Себен за крейсериво я вообще перед этим мастером, то есть, это человек, подходом к ножам которого я вдохновлялся. Ну, опять-таки, господи, я все время забываю, бамбук, бамбук, бамбук. По старости вылетело ими из головы. А, кстати, очень серьезные ножи, очень серьезный мастер по части художественных изделий. Это, ну, несомненно, Пьер Риверди. Ну, лично для меня я давно мечтал заиметь в коллекцию нож Дениса. Ну, на кухню тоже я его себе, естественно, приобрел. Вот это для меня самый лучший вариант. Ну, для меня я бы, например, если бы, ну, как бы коллекционируем, я еще не дорос, не занимаюсь, но я бы Боба Крамер. Я не знаю, у меня, скажем так, я не коллекционирую, да, то есть, ножи как таковые, в принципе, и не планирую над этим, да, то есть, как бы, на другие ножи так особо сильно не смотрю, хотя шикарных производителей масса. То есть, очень много людей делает, и кастомных мастеров, и производств хороших много, то есть, делают классные, действительно, вот ножи, которые нравятся, да, то есть, их много, вот, и не перечислить так, чтобы сразу, вот, какой бы я хотел, да, я даже не знаю, сложно сказать. А ну, вот, сегодня нравится одно, завтра другое. Вот, если прямо сейчас, что мне нравится, да, а я давно ничего не смотрел, что мне нравится. Да, ну, только что за соседний стенд заходили, там есть, кстати, прикольно. Нет, в соседнем стенде ничего, в соседнем стенде там ничего, вот. Вот, ну, давайте так, вот, мне недавно подарили ВИКС, там, какой-то юбилейный. Во-первых, это подарок, приятно, да, там... Штопор? Ну, штопор, у меня есть штопор на Ульсе, да. Там полный фарш, там много инструментов, просто, во-первых, это подарочный ВИКС, во-вторых, я понимаю, что из тиража, там, миллионы штук, они сделали всего 200 штук, именно вот таких. Их, они отличаются, скорее всего, только накладочками, но все равно их 200, и, прежде всего, я же повторюсь, это подарок, поэтому вот именно на сегодня, на сейчас, для меня это, наверное, самый дорогой такой вот нож именно. Ну, с точки зрения лучшего практичного ножа, я бы однозначно выбрал какой-нибудь японский нож, и, скорее всего, это был бы либо Хаттери, ну, либо Рокса. Что-то из этого. Если мы говорим про самый красивый нож, для меня это, однозначно, будут какие-то мозаичные дамаски, и я могу вам сказать так, что лучше русских кузнецов, российских кузнецов, ну, или, так скажем, славянских кузнецов, потому что в Белоруссии и Украине тоже есть замечательные мастера, именно славянская вот школа мозаичного дамаска, на мой взгляд, это лучшие по красоте ножи. Никто в мире не может повторить таких вещей, ну, я не стесняюсь скажу, что для меня это Леонид Васильев и Влад Матвеев. Уже сложно, раньше было легко, потому что сейчас любимый именно Даггер, но сейчас, да, я подумаю, ну, из последних, ну, наверное, из моей коллекции то, что у меня есть, а потому что вот там особо сейчас не закупаюсь, ну, наверное, спайдерка Милитари. У меня есть мой товарищ старший, Ген Прокопенко, он на подобные вопросы отвечал следующим образом. Он говорил, вы знаете, что я второй ножевщик в мире? И когда я его спрашиваю, а кто же первый? Он говорил, все остальные. Есть же добротные ножи, а есть какие-то революционные решения. Да, больше того, я вот не знаю такой бренд, который бы меня вот постоянно прямо удивлял какими-то своими инновациями, прямо каждую минуту выдавал что-то такое. Вот у всех ребят даже, которые здесь на выставке, вот всегда в жизни есть какие-то прорывы, какие-то интересные решения. И, наверное, вот по любому стенду пройдись, вспомни историю, и окажется, что каждый из них что-то сделал классное, новое, чем удивил и своих поклонников, и своих коллег. Поэтому можно там начать вспоминать о каких-то решениях, которые тебе там, типа Аксис Лока, который тебя потряс, когда он там появился, своей там гениальности, простоте. Ну, говорить, что там Benchmade, там, самая моя любимая фирма, ну, странно как, ну, не самая моя любимая. Потому что интересные решения я вижу у всех, у отечественных производителей, у наших коллег-конкурентов, там, и не конкурентов. Ну, нет, вот, вот, для меня вообще вот это вот самое, самое любимое блюдо, а чтобы ты выбрал картошку или гречку, если бы тебе жить до конца, там, есть, ну, не могу так. У меня на столе лежит нож, и я его каждый раз, когда беру в руки, у меня слезы на глазах от обиды. Почему это придумал не я? Это опинель. Вот, вот, я, я не знаю, что, с чем это объяснить, это опинель, из углеродочки, и я считаю, это лучший нож. Ну, определенно, это, как минимум, тот нож, которого у тебя нету в коллекции, но очень-очень хочется. И, скорее всего, его не так-то лучше просто достать. Он и будет самым лучшим для тебя ножом в мире. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок